Одна из главных площадей Симферополя уже готова к празднованию Великой Победы. Здесь установили специальные стенды, подняли вверх флаги. Вся эта символика очередной раз напомнит крымчанам о мужестве и героизме наших солдат. Это последние арт-объекты, которые установили в Симферополе. Всего их шесть. Также столицу украсили плакатами с тематической символикой, укрепляющей патриотизм. Подходит к завершению работой по благоустройству основных транспортных колец. Так, например, Куйбышевская украсят почти 200 можжевельников, более 20 туй и полторы тысячи роз. Чтобы земляной ком полностью был в земле. Потом вот так закапываем, вот так аккуратно придавливаем. В парке имени Гагарина вдоль Аллеи Славы проходит масштабная высадка цветов. Сейчас мы высаживаем сальвию. Посажено уже где-то около тысячи цветов. И еще завтра у нас еще будет 2000. Мы планируем досадить эту территорию, чтобы было красиво к празднованию 9 мая. В преддверии праздника на улицах города мы встретили девочку в военном костюме. Десятилетняя Вероника Илешенко репетирует стихотворение «У вечного огня ко дню победы». Она участвует в школьном флешмобе. Моя прабабушка Шарбур Мария Захаровна на войне была санинструктором. Вытаскивала бойцов из огня и спасла много жизней. Праздничные инсталляции простоят до конца мая. Цветочная аллея будет украшать город до первых заморозков. Севеля Миметова, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет.